МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Где ты, мама?" По открытым данным, Российская Федерация похитила у Украины более 700 тысяч детей. Россия насильно депортирует маленьких украинцев, отрывая их от дома и родителей. Данные действия уже признаны преступлением мирового масштаба и расследуются международным трибуналом в Гаге. Дети – это не военный трофей. Не становитесь соучастниками страшного преступления. Если вы заметили, что у ваших соседей или знакомых живет ребенок, похищенный из Украины, оставляйте информацию о его местонахождении на сайте Фридом или в телеграм-канале ЯТУТ. Ваша информация может помочь ребенку вернуться домой. Помогите мне. Я так хочу домой. Знаешь, скажи. Телеканал Фридом. На днях российский диктатор Путин публично проехался на новом автомобиле «Лада Аура». Тем самым прорекламировал его как отечественный продукт. Правда, гордиться там нечем. Новая «Лада» практически вся собрана из китайских деталей. Из-за санкций против России самостоятельно путинский режим производить мало что может. И потому приходится, как обычно, врать собственным гражданам. Подробности далее в программе Олега Борисова. Давайте проверим. Сколько же много событий произошло за неделю. Путин проехался на аналоговнетной «Ладе Аура». Добраться можно будет от Петера до Москвы и назад за 6,5 часов. Российские пропагандисты в очередной раз угрожают ударами по городам Европейского Союза. Под угрозой без малого все европейские столицы, если наши ракеты встанут в Калининграде. Ну и милитаризация детей. Или как это называют самой России, патриотическое воспитание. Обо всем этом расскажу более подробно. Вы смотрите программу «Давайте проверим». Тут я разоблачаю фейки российской пропаганды и говорю все как есть на самом деле. Я Олег Борисов. Поехали. Патриотизм и гордость за Россию просто зашкаливают. Особенно, когда видишь диктатора Путина за рулем новенькой российской «Лады Аура». Чем она отличается от другого дерьма, которое производит «АвтоВАЗ», я, честно говоря, не знаю. Но пропагандисты сказали же, что это новейшее, не имеющее аналогов в мире совершенства. А многие поверили, именно эту модель выбрал Путин. Потому что это, собственно, российская машина раз. Потом все-таки у нас вчера, если вы обратили внимание, еще открывался вокруг Тольятти объезд очень важный. И, конечно, главный из таких индустриальных центров Тольятти – это «АвтоВАЗ». Вот поэтому новая модель была выбрала. Я, конечно, не хочу придираться, но «Лада Аура» практически вся из китайских запчастей. «Лада Аура» уже прогнали по конвейеру «АвтоВАЗа». Оснастку для изготовления деталей привезли из Китая. Собрано около 10 машин. В машиностроении оснастка – это технологическое оборудование, режущий инструмент, разные приспособления, материалы. Ну, то есть, вся машина по факту. Детали привозят на «АвтоВАЗ», собирают, скручивают и преподносят, как российский продукт. Выходит, если я, например, соберу детский конструктор «Лего», значит, он автоматически станет не датского производства, а моего? Да что ты, черт побери, такое несешь? Да это не я несу. А российская пропаганда заливает в уши своим гражданам очередное вранье. Гордятся тем, чего сами-то и не делают. Ну, ладно. Ну, быть может, хоть логотип «Лада» придумали россияне. Давайте проверим. А нет. Стив Мартин, создатель логотипа «Лада». Это британский автомобильный дизайнер. И тут промах. А, собственно, почему я так зацепился за этот ***? Простите. За автомобиль «Лада». Это показатель того, что санкции против России за ее агрессию против Украины работают. Как бы Путин не убеждал в обратном. Ну, смотрите. Если с промышленностью все хорошо, зачем тогда закупать детали в Китае? Если все хорошо с экономикой, почему курс такой нестабильный? Все очень просто. Современного производства в России не было и нет. Хотя деньги на него выделялись. Недавно было интервью главы, значит, банка ВТБ Костина, который теперь курирует еще введенную судостроительную корпорацию. И он с ужасом рассказывает, что он объехал эти все судостроительные предприятия. С ужасом, потому что ему досталось абсолютно устарелое производство, где вообще кошмарные старые станки стоят чуть ли не в 30-х годах. И все время рассказывают, что вот это было построено при этом императоре, это при этом императоре. Ну, вот это то, что сегодня называется российская экономика. Ну, потому что, ну, как бы деньги вкладывали в дворцы, яхты, вооружение, вывод денег за рубеж, чтобы во всех городах резервы. Страну давно надо было чинить, а вместо этого готовили страну к войне. Ну, вот теперь война идет, а страна рушится. И это, конечно, создает угрозу даже простой, обычной жизни обычного простого человека. Стабильности нет. А чтобы замылить россиянам глаза, продолжают врать. Мол, это все мы сами, великая держава. А если народ начинает подозревать что-то неладное, достают козырь. Угрожают коварному Западу, который завидует матушке России. Под угрозой без малого все европейские столицы, если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии. Гармия, Шпартенкирхен, Казармы, Патча, Шпангдалем, Рамштайн. Ну, вы же понимаете, что то, о чем говорят российские пропагандисты, в мыслях у диктатора Путина. Он в очередной раз прибегает к тактике запугивания. Тем временем, министр иностранных дел России Лавров в ООН корчит из себя миротворца. Послушайте. Мы готовы обсуждать проблемы безопасности в Европе. Конечно, учитывая необходимость устранения первопричин. И, конечно же, учитывая необходимость обеспечить законные интересы безопасности России. Не в ущерб чьим-то интересам безопасности. Какой-то сюр получается. Один грозится уничтожить ракетами Европу, а другой говорит о безопасности. Хотя стоит напомнить Лаврову, что именно российские ракеты ежедневно обстреливают Украину. Именно российские военные в 2014 году оккупировали Крым, а в 2022 начали полномасштабное вторжение. Но путинская вертикаль упрямо гнет свою линию. Ну, мы никому ничего плохого не делали. Мы ни на кого не нападали. В отличие от Соединенных Штатов Америки. Россия – страна кривых зеркал. Запускает ракеты, оккупирует украинские территории. Хочет украинцев уничтожить как нацию. А нацисты все равно украинцы получаются. Украина не должна существовать. Но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это логичная часть нас. У меня товарищ есть англичан. Он говорит, ну слушай, я не могу различить русского от украинца. Чем они отличаются? Я говорю, ну, ничем вообще. Украинцы – те же самые русские, просто нацисты. Вы поняли, да? Этот гойда-человек призывает уничтожить Украину. Что является по факту нацизмом. Но нацисты все равно украинцы. Ой, дурак. И да, кстати, в Кремле уже настолько боятся потерять доверчивого зрителя, что свою пропаганду распространяют и на детей. Вот очередной эпизод милитаризации. Издание «Можем объяснить» пишет, что школьников научат выживать на войне на макетах солдат с оторванными ногами. Учителями станут вернувшиеся из Украины так называемые герои СВО. В основном – бывшие уголовники. Как-то так. Школьные преподаватели нынче не в моде. Теперь, как-то сказать на общепонятном, козыряет блатота. На самом деле и смешно, и грустно. А точно ли о такой жизни мечтали россияне? На этом все. Свои комментарии оставляйте под видео в YouTube. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Пока. Китай и Россия начали военно-морские учения в Южно-Китайском море. Как отмечает китайская государственная газета Global Times, маневры продлились три дня. Такую кооперацию между Пекином и Москвой руководитель стратегического обзора оборонного потенциала Британии Джордж Робертсон назвал «смертельные угрозы для Лондона и НАТО». Детальнее расскажет Никита Скобин. 5 июля в Великобритании официально новым премьер-министром стал Кир Стармер. Агентство Bloomberg пишет, что его риторика в адрес Пекина более жесткая, чем та, которую использовала предыдущая консервативная администрация Риши Сунака. Сейчас же, по словам руководителя стратегического обзора оборонного потенциала Британии Джорджа Робертсона, Россия и Китай находятся в списке стран, которые являются смертельными угрозами для Великобритании и всего Североатлантического альянса. В формате какой-то разведки боем против Запада, Россия может себя Китаю продавать. И, как мы видим, что Китай, эта позиция РФ не пугает, она их удовлетворяет, и они наращивают в той или иной степени взаимозависимость. При этом это очень односторонняя взаимозависимость, которая оставляет Россию как-то к рангам гораздо ниже, чем Китай. За последние годы Пекин и Москва укрепили военные торговые связи и прямо сейчас начали военно-морские учения с боевыми стрельбами в Южно-Китайском море. Государственная газета Китая Global Times пишет, что страны должны задействовать не менее трех кораблей для трехдневных учений. И с военной точки зрения Китай все-таки за счет того, что армия нигде не воевала, имеет довольно ограниченный военный опыт, а при таком размере, распространить даже опыт тех маленьких миссий, которые Китай где-то когда-то участвовал, довольно сложно. То Россия, которая имеет этот опыт, Россия, которая вообще себя позиционировала все свое существование как государство с таким четким акцентом на военную сферу, она кажется для Китая действительно интересным, таким дополняющим союзником. Россия стремится быть полезным партнером для Китая. Агентство Reuters пишет, что РФ может передавать Пекину данные про американское вооружение, используемое на полях битвы в Украине. И хотя Вашингтон видит сближение двух государств, все же не теряет надежды, что КНР может повлиять на Москву, чтобы та прекратила военные действия против украинского государства. Мы наблюдаем дальнейшее развитие отношений между Китаем и Россией. И это не только в отношении возрождения оборонно-промышленной базы. Это также связано с тем, что Китай является крупным стратегическим партнером РФ. Во время прямого общения с китайским правительством мы говорили, что в конечном итоге надеемся на их продуктивную роль в прекращении огня. Но это должна быть роль, которая признает, кто является агрессором, а кто жертвой. И речь шла не только о достижении мира ради мира, но и о достижении мира, который был бы справедливым и прочным для государства Украина. Напомню, официально власти Китая занимают нейтральную позицию относительно войны России против Украины. Вместе с тем Пекин помогает кремлевскому режиму поставками комплектующих для производства оружия. Более того, КНР также покупает у РФ нефть и газ по демпинговым ценам, в то время как страна-агрессор находится под западными санкциями. Никита Скобликов для телеканала Freedom. Виталий Кулик с нами на связи, директор Центра исследований проблем гражданского общества. Виталий, здравствуйте, рада вам в эфире Фридер. Добрый день. О смертельной угрозе для Великобритании и НАТО в целом. Если контекст России можно рассматривать, то Россия не ведет настолько, не имеет настолько плотные, наверное, экономические взаимоотношения с вышеупомянутыми государствами. Ну а если говорить о Китае, как раз Китай имеет довольно серьезные эти связи, довольно прочные, скажем так. И было бы, наверное, нелогично становиться этой самой смертельной угрозой, стрелять себе по ногам и угрожать государством, с которым ты имеешь, ну, настолько, давайте так, взаимовыгодные отношения, как Китай и большинство стран Североатлантического альянса. Так вы считаете ли то, что Китай с Российской Федерацией тут вместе являются такой себе смертельной угрозой для государства Североатлантического альянса? Ну, они формируют опасность. Они формируют сферы влияния, расширяют свою сферу влияния, оттягивают другие страны, которые находятся непосредственно в отделе пространства интересов к странам коррективного Запада, сферы, от которых Запад зависит, в том числе и экономические регионы, которые называются поставщики нефти. И там провоцируют коррективы воины. Пытаются расширять не только экономическое присутствие, но уже и военное присутствие в таких регионах, как Африка, Латинская Америка. И это не просто амбонирование, это уже уходит немножко дальше, чем конкуренция. То есть Китай видит будущий мероприяток для составляющего системы запад, другой страны Китай, китайский мир, в котором виноватся другие страны, не поддерживающие запад способа развития, западную ориентацию. И это противостояние привлекает формы, в том числе проходящие за рамки экономической конкуренции. То есть это уже попытка некоторым вроде и силовым способом решить спорные вопросы, провоцируя конфликт на других зонах, используя прокси вооруженные силы разнообразных стран и директора, инспирируя разнообразные конфликты-перевороты, как в Африке, например, поддерживается Китай и России, рядом территориальных режимов, которые сейчас пришли в власти, в результате переворотов. Поэтому здесь, если так оценивать ситуацию, то Китай действительно переходит из разряда конкурентов, оппонентов в разряд тех, кто антиболитически может угрожать. Поскольку зоны интересов противного запада, в первую очередь, страны НАРО с Китаем, сопротивляемся, и в любой момент будет сопротивление, выходящее за рамки дипломатии, науки полиции, военности. Это Китай, это Тихий океан, который милитаризируется максимально. Это сфера влияния, которая представлена главная семью из муниципальных Тихий океанов, и Соединенных Штатов, Южная Корея, и Африке, с которыми у Китая складываются конкурентные отношения, тоже выходящие за рамки обычной конкуренции. Китай активно использует Северную Корею для того, чтобы инспирировать разнообразную эскалацию ситуации в мире, и в том числе и в кито-океанском бюджете. Поэтому отсюда и оценка, что НАТО ставит в отношении Китая, это то, что сейчас Китай формирует ряд вызовов, которые уже находятся в категории даже угроз, угроз, которые связаны с возможным военным соприкосновением или появление зон, где возможные эскалации выходят на новый уровень, а это вооруженные конфликты, новые фронта, и Китай является непосредственным участником этой истории. Поэтому отсюда очень жесткая позиция Запада, отсюда жесткая оценка. Но в то же время Китай не назван врагом, Китай не является определенным противником, Китаю оставляют еще не полностью закрытую дверь для геологии. Если в отношении Северной Кореи и Ирана используется четко, и даже Россия, используется четкая категория страна-террорист, страна-финансирующая терроризм, или страна, находящаяся под мощным санкционным режимом, то в отношении Китая существуют санкционные режимы, но страна так не оценивается. Китай еще рассматривается в качестве той страны, с которой можно вести разговор. То есть окончательно формирование оси зла не устроено, окончательно интеграция Китая с Россией и Ираном не произошла, значит с Китаем можно еще говорить, и главным инструментом, главным аргументом Китая является экономикой, как вы правильно сказали, в первой части сюжета было сказано, что Китай интегрирован в западную экономику и нуждается в западных рынках. Все построения Китая в отношении транспортных коридоров, шелковый путь 2.0, разнообразные другие транспортные коридоры, через Центральную Азию, через Кавказ, морские коридоры, которые выстраивают Китай, их конечной целью, то есть рынками, куда уходят китайские товары, является коллективный запад. То есть Китай понимает свою зависимость и есть некие вопросы, которые можно с ним договариваться. Но запад понимает, что Китай сейчас хочет использовать ослабление Запада в войне в Кравине. Китай считает, что Запад там связывается и эта война ослабевает не только Россию, она ослабляет Запад. В самом Западе происходят регионные процессы, связанные с центральным трэпингом, подтверждают геостритические партии. В Северных Штатах происходит очень сложная и вратимой кампании президентская и в любом случае в Северных Штатах будет немножко завязана на решении внутриполитической повестки. И это очень приятная ситуация, чтобы поднажать, чтобы предложить цепную повестку, чтобы вести в сферу своих влияний как можно больше стран Африки, Логинской Америки, Восточной Азии, тех стран, которые раньше ориентировались в первую очередь на Запад. Сейчас там происходит смена режимов, сейчас происходит переоценка стратегии развития. Сейчас Американские страны находились в пан-французском мире или в пан-британском сейчас больше смотрят в сторону Кекина или пользуются условиями российскими частных военных компаний в пан-французском главной ГИТО. Поэтому да, это вызывает определенные опасения и Запад пытается как-то на них реагировать. Я, наверное, сейчас скажу как сторонники переговоров определенных либо же уступок Китайской Народной Республики в контексте доминирования КНР вот в том регионе, где Китай видит себя как раз этим лидером что ли либо гегемоном например НАТО мы должны наверное объяснить нашим зрителям часто есть разночтение того не могут страны Азии стать частью Североатлантического альянса и вот есть прямо и четко описано то, что членство НАТО открыто для любого другого европейского государства способного развивать в принципе настоящего договора вносить вклад безопасно Североатлантического региона соответственно в регионе где есть интересы Китайской Народной Республики чисто географически интересы НАТО могут и не соприкасаться вообще как таковые что в принципе может подтолкнуть вот этих же сторонников переговоров и уступок к такой мысли то, что а если дать Китаю стать вот этим частью многополярного мира в военном политическом экономическом плане и построить вот тот мир который видят в Пекине по крайней мере к чему это может привести Виталий как вы видите Китай засматривает своих соседей в Карелии и Японии как часть Западной до Европейского это немножко не соотносится но для Китая до Китая циклического Вселенной есть преднебесная центр церилизации а все остальные варвары на востоке на севере на западе и иностранных поэтому Япония и Южная Корея осматриваются как главные военные политические союзники Запада в первую очередь там находятся вооруженные силы соединенных штатов и играются в свою очередь главным конкурентом и оппонентом китайской гиги-моги поэтому в первую очередь для Пекина НАТО везде только в Европейском континенте но и Сеатур существуют в Тихоокеанском регионе и взаимодействуют с НАТО и американские военные базы в планах соседей Китая и военное присутствие Соединенных Штатов в Нужно-Китайском море все это показывает яхт показывает Пекину с точки зрения Пекина является вызовемой безопасности для Китая сдерживающим ваку терапевти усиление мощи способности Китая модерировать странство Азии в целом или играть какую-то вторую роль в будущем миропорядке как я уже сказал Китин считает что сейчас Запад ослабевает возможно сыграть миропорядку который поможет усилить переговорные позиции Пекина по многим вопросам начиная с глобальной ядерной безопасности климата и экономики до военно-политических альянсов формирования каких-то зон серых зон где есть интерес и зон которые находятся уже полностью однозначно под контролем или Запада или Китая отсюда быстрое расширение ШОС Беларусь принимает ШОС Китай провелось совместное военное учение Китай провелось военное учение с Россией Китай присутствует в Руссидском заливе Китай усилит отношения с Ираном и Русской Аравией Китай выступает модератором примирения с Русской Аравией и Ираном то есть эти все действия показывают на то что Китин примиряет на себя как раз страну которая должна разделить с Западом Гиммунии Магмир все остальные будут клиенты Магмир а НАТО это сила несмотря на все критическое мое политическое отношение к НАТО но НАТО это военный политический альянс единственный военный политический альянс который доказывает состоятельность на протяжении многих лет в которых есть традиции которые объединены вокруг определенных ценностей которые имеют некую стратегию развития и есть некое боевое слаживание боевой план стратегии развития сил организации и так далее который конечно не может вызывать опасения что это та сила которая может дать сдачу причем не только в европейском театре военные действия но и на тихоокеанском регионе при помощи своих азиатских славок о заявлении Джорджа Робертсона еще раз напомню нашим зрителям это руководитель стратегического обзора оборонного потенциала Великобритании который назвал союз Россия и Китай смертельным для Великобритании и для Североатлантийского альянса для наших зрителей также хочу сделать акцент что такие заявления они имеют довольно серьезное большое значение потому что вот этот обзор он впоследствии станет уже частью стратегии Министерства обороны Великобритании на годы вперед соответственно возможно эта стратегия станет и стратегией частично Североатлантического альянса есть такая вот как по мнению довольно интересная мысль что нынешняя война Россия против Украины это война за то как будет выглядеть границы Китая и Европы будут ли они идти по границе России и Украины либо будут они идти по границе Украины и Польши скажем так где Китай сможет распространить свое влияние что подталкивает на еще одну мысль в этих стратегиях как в Великобритании стратегии Министерства обороны так и в целом Североатлантийского альянса должны быть заложены основы того как Украина должна победить давайте рассмотрим сначала британскую эту стратегию как по вашему мнению Великобритания одна из стран НАТО может противостоять вот этому расширению Китая и росту вот этого сотрудничества смертельного тандема Украины КНР и Российской Федерации ну еще в бывшем правительстве еще с времен Джонсона Британия далась главной законодательной поддержки и всячески стимулировала и НАТО и Европейский Союз к принятию более жестких отношений к оказанию поддержки Украины и именно Британия я бы сказал так коллективный консенсус политических сил Британия он способствует даже сейчас после смены кабинетов в Британии способствует переходу и европейцев и НАТО как альянса из такого категории оказания помощи Украине в участию в сопротивлении и сдерживании России вот это это очень важно потому что помощь это помощь некого стороннего наблюдателя а участие в сдерживании это уже немножко больше чем просто помощь боеприпасами и хорошим словом европейской поддержкой и обеспокоенностью Британия как раз является той силой которая максимально задействует свой потенциал для оказания не просто поддержки бюджет военным обучением военной технике и так далее но и создает мощную логистическую поддержку поставок в Украине вооружения техники и необходимых средств именно Британия работала в этих рынках она подталкивала их на карьеру и в нужный момент привлекла Австралию в качестве главного адвоката Украины в Тихом океане и в том числе и на третьих рынках потому что Талия подостала нам неплохую денежную поддержку когда было зависание поддержки соединенных штатов Британия играла достаточно неплохую роль в разговоре с третьими странами и в работе компаний по закупкам боеприпасов Британия оказывала прямое давление на европейских партнеров в вопросе доставления Украины ракет и тяжелой техники и сейчас трезвые оценки военных в Британии угрозы которые несут союз Россия и Китая он как раз ложится в ту логику о том что необходимо модернизировать собственную организацию усиливать военный и технический потенциал и в этой военной стратегии Британии Британия подписалась с Украиной в соглашении безопасности и в стратегии военной стратегии Британии которая много времени обсуждается поддержка Украины то есть участие в сдерживании России в Украине она является сперментат если они чертят чуть-чуть больше даже их военной стратегии Украина там присутствует как таковая потому что есть страны коллективного запада военной доктрине которые военные стратегии которые принадлежатся десятым пунктом 10% от общих усилий для Британии это четверть усилий направленных как раз на участие в поддержку Британия показывает модельное поведение для других стран коллективного запада я возможно скажу крамольную мысль то что Британия вышла из Европейского Союза создает ей возможность мобильности в принятии важных стратегических решений в отношении Украины она не оглядывается на европейскую геосовскую бюрократию в Брюсселе и достаточно быстро принимает решения и потом Европейский Союз как бы следует ее дорогу принимая с запозданием но наследуя определенные паттерны которые задает Британия поэтому как раз куда без обра не бывает Брэнзит играл хорошую роль потому что непонятно когда Британия была бы зависима от договоренности системы баланса европейского Союза а так это другая история поэтому да Британия сейчас является одним из лидеров коллективного Запада и в вопросе Украины это лидерство в некоторых вопросах более четко проявляется даже чем в лидерстве Виталий спасибо вам за анализ спасибо за участие в нашем эфире напомню что с нами на связи был Виталий Кулик директор центра исследований проблем гражданского общества к теме также дополню Китай приостанавливает консультации со штатами по контролю над вооружениями об этом на брифинге заявил представитель министерства иностранных дел КНР Ляндзинь в Пекине свое решение объяснили тем что штаты продолжают продавать Тайваню вооружение вопреки многочисленным обращениям и заявлениям Пекина представитель госдепа США Матю Миллер назвал такое решение Китая угрозой стабильности Китай решил последовать примеру России утверждая что взаимодействие по контролю над вооружениями не может продолжаться когда есть другие проблемы в двухсторонних отношениях мы считаем что такой подход подрывает стабильность и увеличивает риск динамики гонки вооружений мы приложили усилия чтобы укреплять защиту наших союзников и партнеров в Индотихоокеанском регионе и мы продолжим прилагать усилия перед лицом китайских угроз и их безопасности напомню что следить за эфиром фридом вы также можете в ютуб канале одноименном фридом ну и не забывайте о подписке на наш телеграм канал где на мои коллеги публикуют свежие новости 24 на 7 с вами был Денис Пахилов спасибо за доверие и до встречи ну каждый режиссер прилично думает что он заглядывает конечно и в будущее и в прошлое и по бокам что бывает во время войны что в голове у людей что на лицах у людей что в пространстве умеешь это показать Роман Балаян украинский кинорежиссер сценарист и кинопродюсер в цикле интервью с Сакеном Аймурзаевым люди доброй воли во вторник в 10.00 по киевскому времени на телеканале Фридом мы живем в эпоху героев когда-то о них напишут книги снимут фильмы а истории их борьбы будут изучать в школах но только они будут знать какую цену им пришлось заплатить война это борьба за жизнь и у каждого свой фронт в эвакуационных пикапах в операционных и на передовой в эвакуационных и на передовой и на передовой в эвакуационных и на передовой Владислав служил оператором БПЛА и боевым медиком в полку АЗОВ. Рассказывает, к обороне Мариуполя были готовы заранее, но к тому, что произошло, невозможно было подготовиться. Город попал в окружение за считанные дни. Россияне планомерно, систематически уничтожали город, квартал за кварталом, вместе с его жителями. За несколько месяцев Мариуполь превратился в братскую могилу. По приблизительным подсчетам, погибли более 50 тысяч его жителей. Больше всего меня поражали смерти гражданских, которые были уничтожены Российской Федерацией, уничтожены неизбирательно. Они просто накрывали артиллерией, огнеметными системами. Они накрывали район бесцельно, им было все равно, есть там кто-то или нет. Есть огневые средства, они их используют. У меня было такое ощущение, что им привозят боекомплект, и им нужно его выстрелять, пока не привезут еще. Поэтому они даже не целились. Это одно из важнейших событий в моей жизни, которое перевернуло мое мировосприятие, и которое на данный момент не позволяет мне относиться к противнику как-то легкомысленно, либо прощать его. Потому что у меня на руках умерла 16-летняя девочка в Мариуполе. Это была мариупольская БСМП, больница скорой медицинской помощи. Я там находился с первым ранением. Я это помню, мне это иногда снится, как мама с младшей и старшей дочками бегут в больницу, и вот со старшей дочерью что-то не то. Она бежит и спотыкается, и уже на территории больницы, куда они забежали через ворота, их поддержали. Медбратья, я не знаю, фельдшеры, уже затянули в саму больницу, чтобы оказывать помощь, но уже было поздно. Это был осколок от Града. Россияне просто обстреляли жилые кварталы. В течение трех месяцев наши воины продолжали держать оборону. Не хватало всего – боеприпасов, лекарств, продуктов. Несколько раз украинские вертолеты прорывались на Азовсталь, чтобы привезти ребятам самое необходимое и эвакуировать раненых. Эти самоубийственные миссии пилотов уже вошли в историю. Событие, наверное, тысячелетие для нас было, когда мы услышали, что пробились к нам, что каких-то несколько вертолетов долетели, и приехали некоторые наши ребята. Привезли некоторое количество гранатометов, какое-то количество медикаментов для врачей. Это были суицидальные миссии, но они позволили нам продержаться еще немного, еще немного купить времени для Украины. Мы на Азовстале, мы в Мариуполе, находясь в окружении, вгрызались просто в эту землю до последнего. И за это время уже другим вот таким цивилизованным странам стало, ну просто неприлично нам не помогать. Они видели, что мы просто вымрем, будем идти до конца. И это частично покупало время для Украины на получение тех самых «Хаймарсов», которыми позже смогли деоккупировать определенную часть. Сначала обороны на Азовстале было три госпиталя. Уже в апреле остался один. «Железяка», так его называли военные. Но и его разбила российская авиабомба вместе с остатками хирургических инструментов. В тот день мы эвакуировали раненого. К сожалению, он не выжил. На «Железяку». На «Железяку». Там уже мы поняли, что… Ну, врачи констатировали, что мы принесли не раненого, мы принесли тело. Окей. Я увиделся там со своими ранеными ребятами, пообщались с ними, все нормально, настроение бодрое, работаем дальше. Настроение бодрое. И уже когда возвращались обратно на свою позицию, чтобы продолжить оборону… Ну, продолжить оборону. В этот момент по нашей группе прилетела противотанковая ракета. Я помню, как уже лежу с ощущением, что на мою ногу просто наложен турникет. Я ж думаю… Я думаю, ничего себе, а зачем турникет? Щупаю. А, нет, мне показалось. Все, минус нога. Мне ее отрезали на Азовстале советской пилой по металлу ржавой. Вот это круто. Оно работает, работает, кости пилят, пилят. Хорошо. Как хирург говорил что-то вроде «я там спиртиком протер, все». Опять же, это сработало, он спас мне жизнь от работы. Эти люди, наши медики, они спасли множество жизней, уже не имея фактически ничего, но как-то выкручиваясь. И во многих случаях это сработало. Это произошло за день до процедуры экстракшн, когда украинские защитники вышли с территории Азовстали. Большинство из них до сих пор находятся в российском плену. Владиславу, если можно так сказать, повезло. С тяжелым ранением между жизнью и смертью его отвезли в больницу на оккупированной территории. Это была 15-я больница Донецка. И там была охрана из числа мобилизованных с территории Донецкой и Луганской областей. Там был медицинский персонал, который там работал. Некоторые из этого персонала работали там много лет, еще до войны, еще до 2014 года. И в Донецке мне там, как сказать, по дорожнику словно прикладывали, йодиком смазывали, перевязочные работы делали. Абсолютная тотальная нехватка всего. Перевязочного материала, дефицит в первую очередь пластыря, чтобы фиксировать бинты. Мы с ребятами шутили, что это роскошь, потому что туалетной бумаги не было даже для охранников, понимаете? Рвали книги, чтобы, ну, вместо туалетной бумаги. Через полтора месяца Владислав попал на обмен. Россияне в первую очередь отдавали тяжелораненых, чьи шансы на жизнь были минимальны. Нас куда-то собрали. Одни говорили, что нас везут в посадку расстреливать, ну и хорошо. Другие сказали, что нас везут в тюрьму к другим азовцам, ну и неплохо. Господи, своих бы увидел всех. Кто-то сказал, что на обмен, но это буквально один или два человека сказали, что на обмен. И с таким видом… Да ну что ты паришься? Обменять вас везут? Возможно. Но мы просто ехали и ехали. Опять же, а у нас выбор был, что ли? Мы тяжелораненые, мы в плену. Куда нас физически отвезут, туда и отвезут. Я выползти из палаты нормально не мог. Я ожидал всего. Сначала, когда мы ехали, ожидал, что нас просто развернут. Уже потом ожидал, что, возможно, везут в какую-то тюрьму, да. Тюрьму, так. Я увидел, что мы едем по территории Запорожской области. Уже почти подъезжаем к Запорожью, условно. Знакомые места там. Я туда на курсы ездил, как военный туда ездил. Ужасно видеть эти места в оккупации. И по мере приближения мы понимали, что скоро закончится их контроль на территории, и скоро будет уже наша контролируемая территория. Уже видел скорые помощи, уже услышал нашу речь. Добрый вечер. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ВОСТОКА СООБЩЕНИЯ Так случилось, что мы стали главным форпостом востока страны. И мы считаем, что это неспроста. Это опыт, это подготовка, которая почти 9 лет шла к этому моменту. Бывает такое, выходишь в 2-3 часа ночи, а 100 скорых стоишь. И думаешь, это кино или это действительно что-то на нашей земле такое творится. Сначала полномасштабного вторжения в этой больнице сделали 24 тысячи операций и перелили 11,5 тонн крови. Цифры впечатляют, но еще больше впечатляют выдержка и мужество медиков. Хочу сказать, что наши военные по 10 пунктам лучше оказывают помощь, чем в 14-м году. Я преклоняюсь перед ними, потому что в таких неприспособленных помещениях, в палатках, на этих автомобилях они делают невозможное, чтобы наши ребята могли доехать до больницы Мечникова с такими тяжелыми ранениями. И очень хочется, чтобы все это видели. К сожалению, я понимаю, что на фронт никого не пускают, чтобы увидеть этот ад. Этот ад оказания первой медицинской помощи. Еще с 2014-го на фронте спасают жизни добровольческие медицинские батальоны. Их задача – оказывать первую медицинскую помощь и эвакуировать раненых в больницу. Эти ребята работают на волонтерских началах и ежедневно рискуют жизнь. Но это действительно опасно, особенно когда какие-то эваки едут на пикапах. Аккуратно смотри, чтобы не торчало. Непосредственно на позиции или на максимальной близости к позиции, конечно, по ним будет прилетать та самая артиллерия, минометные обстрелы, какие-то грады и так далее. Если это не бронированная машина, то обычные пикапы прошиваются осколками так же, как картон или что-то другое. На моей самой первой ротации нас начали обстреливать градами на месте дежурства. Я помню, что лежал возле машины, ну и где-то первый снаряд падал в метрах 50. Но повезло, что там была земля, он не попал в асфальт, поэтому осколки не разлетались низко и горизонтально, а просто застревали в земле и летели вверх. Мне тогда казалось, что время замедлилось. Я прям видел, как эти снаряды один за другим падают. По нашей машине тоже прилетело от кассетных снарядов много осколков, и нам просто повезло, что не попало в двигатель. То есть вся машина была посечена. Колесо пробило, окна выбило, двери прошило, но в двигатель не попало, поэтому она осталась на ходу. Даниил окончил обучение во Львовской академии сукопутных войск на второй день Большой войны и сразу отправился на фронт. В свои 19 он стал заместителем командира взвода. Адреналин, война. Постоянно над нами летали сушки, но по нашим позициям они ни разу не стреляли. Стреляли постоянно по селу. И вот подготовительный процесс обучения ребят. Показать, как с машиной боевой работать, как с оружием, как с гранатометами работать. Я же только после академии все это знаю, у меня это настрелено. Ну, сразу... И сразу какой-то такой авторитет среди мужчин был, меня слушали. И вообще я очень рад, что тогда так складывалось. Задача, которую поставили перед взводом, заключалась в обороне Киева. Под бородянкой колонна украинских защитников наткнулась на вражеский блокпост. Выяснилось, что эта часть Киевщины уже находилась в оккупации. Первые дни вторжения случалось, что информация о передвижении противника поступала с опоздания. И я подаю команду, ребята, давайте фигачьте. Но там это немного все по-другому звучало. И мы начинаем со всего, что имеем, валить по ним. Я вел бой, пока не начал по нам работать танчик. Пошел по нам парцювати танчик. Первый раз влетела в мою БМП. Я был в нескольких метрах от нее, поэтому контузило неплохо. Разбила каску полностью осколками. Остались только шлейки, и по ногам прилетели осколки. Сразу было очень много крови, и я начал немного уже отползать. Стрелек перезарядился и дальше начал вести бой. И дальше проводил, ну, начал вести бой. Все, поймай. И еще один прилет из танчика. Мне уже осколками прилетает, разбивают левую кисть и на правой задевает один палец. Но на адреналине, знаете, быстро как-то среагировал. А может, это и обучение, и практика помогли. Начинаю выползать, понимая, что уже все, я уже не могу вести бой, мне сейчас надо сохранить свою жизнь. Как раз возле моей машины был такой продолговатый дом и металлический забор. Я подползаю к тому забору, начинаю его двигать, он шатается. Я встаю и просто отгибаю его немного и падаю туда, во двор. Раненый Даниил провел там двое суток. Без воды, время от времени теряй сознание. Вырубаюсь, просыпаюсь, слышу уже русские голоса. Они начали ходить по дворам, что-то искать для себя. Открывают они эту плодовку, лежу я. Они на меня оружие, я поднимаю руки. Они дали какой-то шнурок, чтобы вытащить меня оттуда. Вытащили. Я стою на коленях, говорю, застрелите, я с вами говорить не буду. И они говорят, мы в тебя стрелять не будем, мы не такие. Я говорю, дайте воды. Говорит, все нам расскажешь, тогда дадим воды. Ах вы козлы, ну и я опять отключаюсь. Через несколько дней парня перевезли на территорию Беларуси, в российский полевой госпиталь. Местные врачи пообещали Даниилу, что будут действовать по Женевской конвенции. Я в общем просыпаюсь. Все, что они мне сделали, это перевязали руку и наложили два шва. Здесь у меня такое большое ранение, там вообще вот так вот мясо разошлось. И там несколько швов наложили, знаете, чтобы оно не рассыпалось. Я там около часа пробыл, и за этот час по Женевской конвенции полуголого меня в подвал забрасывали. А там вообще ни кровати, ничего нет. В одной комнате, пока нас немного было, были раскладушки, тоже без ничего, просто пружины. И начинают уже везти туда людей. И вот за эти две недели или чуть больше собралось 65 человек. Из них всего 15 военных, остальные – это гражданские ребята. И молодые, и старые из Киевской области их просто забрали. Там были ребята, которых из подвала достали, где он, к примеру, сидел с женой, с отцом. Забрали, еще и избили. И также держали, пока он получил отморожение ног. Забрали за то, что дома у него лежало ржавое дедово ружье, вообще без комплектующих, без боеприпасов. В подвале раненого Даниила держали две недели без медицинской помощи. Более того, там он получил обморожение конечностей. Я не знаю, но я трусился 24 на 7. А какие-то дали мне тонкие спортивные штаны и тоненькую кофту. Трусов у меня не было. Кто-то из военной полиции позже, через пару дней, дал мне покрывало, но оно так же не спасало. Постоянно в спину холодно. Рацион три раза в день. Уже радует. Это немного каких-то макарон пресных утром. В обед каша или какие-то снова макароны и бокал супа. Если повезет, какая-то картошечка и пара прозрачных блестков капусты плавает. Ну и хлеб. Хлебушек такой небольшой. Впоследствии украинских пленных перевезли на территорию России. Одни охранники говорили, что везут в СИЗО, другие, что везут на расстрел. Даниилу повезло, когда приехали в тюрьму, местный медик отказался его оформлять. Вместе с другими тяжелоранеными его отвезли в местную больницу. Бывало, за этот период перевозки двое суток не ел, не пил. Сутки не ел, не пил, когда как. Прошло уже больше, чем две недели, пока меня везли. Пока я не был в подвале, пока у меня все конечности вот в этом подвале отмерзли. Мое состояние вообще очень сильно ухудшилось. Попадаю я в эту больницу, нас принимают, кладут в палату, заходят туда какие-то вояки и говорят, все, вы вечером уезжаете. И главный врач нас там осматривал. Я ему говорю, смотрите, у меня заражение крови будет, если не сейчас, так завтра. Он сказал, что что-то придумали. И этих ребят, которые были со мной, вывозят в какое-то СИЗО. И я остаюсь в этой больнице, и через несколько дней мне ампутируют кисти, отмершие пальцы правой руки. И начинают подшивать на ногах осколочные ранения. Они уже там гнили, там была ужасная картина, а ноги отмороженные не трогали. Где-то я пробыл там неделю или полторы, мне ампутировали фаланги пальцев на ногах. И я там еще пару недель пробыл. И переводят меня в военный госпиталь в Курске. Мне там еще немного, еще надрезали ноги, но ступни еще остались. Провел я там еще пару недель. Нам, наверное, раз в десять говорили, что вот завтра обмен. В итоге из-за ненадлежащей медицинской помощи в плену, Даниилу ампутировали обе ноги, кисть и четыре пальца на руке. Кстати, как рассказывают бывшие пленники, их ни разу не посещали представители Красного Креста и не проверяли условия, в которых находятся пленные, мотивируя это убийственным аргументом. Не ездят, потому что россияне не дают доступа. Зато отношение украинцев к раненым российским военным соответствует всем требованиям Женевской конвенции. Я бы не хотел об этом рассказывать, но были у нас ребята, мы оказывали им помощь. Один запомнился молодой 19-летний парень. Он был с ранениями конечностей и очень боялся. Он весь дрожал, когда мы к нему подходили. Мы его успокоили, мол ничего плохого не сделаем тебе, только вытащим осколки. Врач не имеет права выбирать, кому оказывать помощь, а кому нет. И очень трудно думать о том, что наши пленные испытывают на себе другое отношение, совсем другое. Попадают за все мои другие отношения. Другие отношения. А мне рассказывали. Мне рассказывали, как к ним относились, и, к сожалению, после плена теряли конечности и здоровье, так что восстановить его было невозможно. Я так, что видно, в этой руковой не могла. Стоит ли удивляться отношению россиян к пленным, если они никогда не жалели собственных солдат? И не только на поле боя. После войны советские города были буквально заполнены людьми, которым посчастливилось выжить на фронте, но которые потеряли в боях за родину руки и ноги. Самодельные тележки, на которых ездили среди прохожих человеческие обрубки, костыли и протезы героев войны, не вписывались в светлые социалистические будни страны, победившие нацизм. В 1949 году, перед празднованием 70-летия Великого Сталина, в СССР города зачистили от инвалидов Великой Отечественной войны. В одну ночь специальные отряды советской народной милиции провели облаву, собрали с улиц инвалидов, централизованно вывезли на вокзал. Их погрузили в вагоны, теплушки и эшелонами отправили на Соловки и Валаам. Без суда и следствия. Сотни тысяч тех, кто потерял семью, жилье, квартиру, кто не имел денег, зато был увешан наградами. Рассказывали, что инвалиды пытались сопротивляться, бросались на рельсы, но их поднимали. Вывезли даже так называемых самоваров, людей без рук и ног. На Соловках их иногда выносили, подышать свежим воздухом, и подвешивали на веревках, на деревьях. Это были, как правило, 20-летние ребята, искалеченные войной, исписанные родиной, как отработанный материал. Сергей Райлен, профессиональный военный, артиллерист. На фронте с 2015 года. Начало полномасштабного вторжения он встретил на Луганщине. Ребята находились на позициях уже 9 месяцев, и в начале марта ждали ротации. Но произошло по-другому. Нас как бы вывели на отдых в Солидар. Я там переночевал одну ночь, и на следующий день нас снова забросили подзаречное. Это недалеко от Лимана. Там Кременная. От Лимана, Кремена. На самом деле там было намного горячее, чем в Северодонецке. Нас туда отправили малыми группами, мы должны были быть подкреплением другим бригадам. Вот. Но случилось так, что мы там остались одни. И там как раз штурм Кременной. И как раз штурм Кременной, который к отца пришли через нас. И там были сосредоточены очень большие силы. Вся артиллерия. Во-первых, вся артиллерия. У нас там, например, одна гаубица стоит, отбивается. У них 4-5 дивизионов. Дивизионов. Для сравнения, там в дивизионе около 20-30 пушек. Гармат, РСЗО там. Пушек, РСЗО там очень много градов. Было смерчи, ураганы. Даже был санцепёк один. У меня были свои планы на ту весну, где я вообще не должен был воевать. Где я взагалей не мог воевать. Ненависть, непонимание, нафига они это делают. И желание поскорее избавиться от этой заразы. Избавиться от этой заразы. В тот день Сергей с побратимами выехали на разведку. Шёл сильный дождь. Грунтовые дороги в окрестностях Лимана размыло. Поэтому пришлось ехать по оболочине. Нескольких метров хватило, чтобы наткнуться на противотанковую мину. Моим колесом наехали, и меня оторвало от остальных машин. Машины. Ну, те ребята, которые были более-менее в порядке, побежали к ближайшей позиции. Позвали оттуда подмогу и доложили командованию, что случилась такая ситуация. И из КСП выехала машина меня эвакуировать. С позиции прибежал на помощь один из сержантов. Давайте сверху вниз. Сломанные глазницы, перегородка. У меня тут до сих пор немножко череп туда смотрит. Открытая черепно-мозговая. Мозг было видно. Выжженные глаза. Оторванные губы. Здесь вообще ничего не было. Это уже пересадки дальше. Сломан позвоночник, сломан таз в двух местах. Сломано левое бедро. Многоосколочный перелом левого бедра. Левую ногу не нашли. Правая нога болталась на коже. Назвалася на шкире. Вот, можно сказать, повезло. Потому что слишком много историй, где, к сожалению, ребята не выживают при наезде на противотанковую мину. Сначала меня эвакуировали в Днепр. О, это было страшно. Ну, как это? В общем, мы сидели где-то до 6 утра, с Серегой разговаривали. Я слышала, прям, как к нему зашел человек из Серии. Надо съездить на позиции. Серега такой, ну, поедем. Говорит, ну, и я там вернусь, допустим, к обеду. К обеду он не возвращается. Вечером он не возвращается. Я вся такая на нервах. С утра я уже засыпаю более-менее. Мне звонит его сестра. Ты знаешь, что Серега подорвался. Вот. Ну, а там сразу все. Там просто информация, что подорвался. Еще где-то через часочек мне присылают голосовой этого какого-то побратимов. Что нет ноги, нет лица. Мне сразу сказали, что со мной. Потому что я начал себя ощупывать. Я тогда еще не мог говорить, потому что была трубка для дыхания. Жена задавала вопрос, я кивал, да или нет. Начиная все это ощупывать, жена спрашивает, ты хочешь узнать, что с тобой? Да, хочу. Ну, и тогда мне рассказала. Они познакомились в интернете и поженились за несколько месяцев до полномасштабной войны. Украинский военный и девушка из Белоруссии. С первых дней после ранения она рядом с мужем. Стало его глазами. Из Днепра Сергея эвакуировали вертолетом в Киев. 20 дней комы, а потом лечение в Одессе, в надежде сохранить хоть какой-то процент зрения. Сейчас Сергей проходит реабилитацию в Киеве и ожидает протезирования. Ему, в принципе, не больно. Он всегда притворяется. Сегодня весь день в съемках? С обеда. С обеда, с 12. С 12. Тяжелая работа у тебя? С 14 года таких минно-взрывных травм было гораздо меньше. Были больше какие-то прилеты мин, которые перебрасывали специальными приборами. Специальными прилетами, но... Но сейчас мы ежедневно принимаем где-то 40-50 человек с минно-взрывными травмами. Когда вырывает кусок живота, кусок спины, какую-то конечность... Очень впечатляет, когда нет лица. Знаете, это травмы, которые передать словами невозможно. Дать словами неможливо, потому что, когда приезжает... Потому что, когда приезжает мама или жена и не может узнать своего родного мужа... Это... это очень больно. Война. Кроме тотального минирования нашей земли, артиллерии, авиации, зажигательных боеприпасов и всего, что существует на сегодня в российском арсенале, захватчики используют запрещенные конвенциями средства ведения войны. Цель которых – не только уничтожение противника, но и нанесение ему максимального физического вреда. У меня был один пациент с травмой фосфора. Я доставал осколок у него из ягодицы. Там уже была травматическая ампутация, высокая нижней конечности. Это страшно. Во-первых, это страшно, когда из раны идет дым, то есть человек горит заживо. Этот обломок, как только он только соприкасается с кислородом, он загорается. Обломок мы достали, рану эту обработали, но дымиться она перестала аж на третьей операции. То есть через день я его брал в операционную три или четыре раза. Четвертый раз уже был последним, и уже не было никакого возгорания. Рана очищалась, и мы его эвакуировали. Далее врачи на Западе его уже долечили, реабилитировали, и сейчас он выступает на играх непокоренных. Уже за нашу национальную сборную. Поэтому человек может адаптироваться даже после самых страшных травм, учитывая то, на каком уровне сейчас медицина, и в Украине в том числе. Я раньше не видел таких ампутаций, чтобы не было двух рук, двух ног. Но за это время увидел, и их очень много. Я давно не видел газовых гангрен, также увидел их очень много. И все то, что сегодня несет война, это очень-очень трудно проходит через мышление. А может, оно меняется. И когда наши врачи заходят к раненым, когда видят ранение, кажется, что все проблемы – не проблемы. Вот это проблема, а все остальное… Они почти все выживают только благодаря тому, что есть все необходимые лекарства. Есть аппаратура, которая поддерживает эту жизнь. А самое главное – есть специалисты, которые уже имеют опыт. Вот только что ко мне приезжал из Литвы коллега, он руководит очень большой клиникой. Он хочет, чтобы литовские врачи получили опыт, приехав сюда. Я увидел то, что я увидел за день, я не увидел за всю жизнь. Третья отдельная штурмовая бригада – лучшая бригада. 23 февраля 2022 года со своей бригадой Дмитрий Финашин был в Попасной на Луганщине. На следующий день они должны были ехать на станицу Луганскую. Однако утром планы изменились. Командир разбудил ребят словами «началась война». По военной специальности Дмитрий – снайпер. Но на войне приходилось заниматься всем. Ну, на самом деле у нас достаточно универсальное войско. И каждый занимается тем, что выгодно в этот момент. Постоянно я был с дроном, летал. 63% окоп, не тяни. Когда была возможность, были цели, то отрабатывали. По снайпингу, например, работали. И когда не было, то заходили в качестве группы штурмовой. Вот, например, ранение получил во время штурма, то есть заходили уже на позиции. Это было в окрестностях Солидара. Они еще подходили только к Яковлевке, вот. И там очень бурные шли бои. И не было четкого понимания, кто где находится. То есть нужно было зайти в серую зону. Три километра мы прошли по серой зоне, никого не было. То есть мы продвинулись вперед. Теоретически не должно было быть, но аэроразведка ничего не показала. То есть не было обнаружено никаких целей, не было обнаружено живой силы, техники. И в одной из лесополос, в которую мы зашли, там уже был противник. Там уже был противник. Гена, на мину наступил. Как ты, Гена? Гена. На мину наступил. У нас 300, у нас 300. Подразделение начало отступать. Их осталось трое. Дмитрий и его собратья. Сократ и Азовчик. Свой позывной он получил после службы в полку Азов. Ставь. Все. Выставка. Фу. Тема будет набежать. Зацеплялись. Падают. Позади идет Финн. Он тоже отстреливается из автомата. Только я поднимаюсь на колено, получаю сразу пули себе в плечо. Но я понял, что передо мной здесь противник. Здесь противник. Здесь противник. То есть вся линия вот здесь – это противник. То есть она отрезает мне больше половины пути. Я один точно их не придавлю огнем. Рядом, рядом, да, рядом. Постоянно такая фигня. Постоянно. Не пробил. Азовчик, Александр получил ранение. Мы же начали его эвакуацию вдвоем. То есть нас осталось трое. Один раненый, двое целых. Я и Сократ. Начали эвакуацию. Начали эвакуацию. Потом я получу ранение пальца. Проходит час, по-моему. Получаю второе ранение. Другая пора дня. Я понимал. То есть я уже не самый тут тяжелый. Димон еще хуже. Получил одно ранение, сразу второе и тоже очень тяжелое. Пошка. Сейчас будет больно. Пожалуйста, подел. И хорошо. И, собственно, Сократ полез вперед искать выход. Его убили. Он погиб. Взяли его радиостанцию, сказали, что Сократ 200-й и всех остальных 300-х мы добили. Как бы Кацапы сказали, что добили всех и наши отступили. FPV-дрон, прячься. Такое действительно было и оно очень неприятно психологически давило на меня, потому что ты понимаешь, что шансов выжить мало, а тут единственный человек, который вместо вас мог вызвать какую-то помощь. Он убит уже. Когда получил второе пулевое и потом еще получил финн ранение, я понимал, что реально шансов нет, и тот БТР вряд ли сюда доедет. Навряд ли сюда доедет. И в очередной какой-то момент, когда пришел в себя, то никого не было. Я уже был сам. Я уже был один, было тихо. Ну как тихо? Отрабатывала артиллерия плотно тот квадрат. Смотрю направо, снял турникет, начал искать воду первым делом, потому что обезвоживание было просто страшное, даже языком не мог пошевелить. Начал искать воду, нашел там что-то, ну, такое, след от воды. Лужица какая-то досыхала, но все равно хотя бы что-то. В первую ночь пробовал выбираться из лесополосы, но терял сознание. Уже начались галлюцинации, потому что очень холодно, плюс 4. Еще очень холодно, плюс 4. Я весь мокрый в крови, соответственно, замерзал. Это 23 мая, в принципе, я проверял. Днем очень жарко, солнце жарило. Думаю, где-то, возможно, до 30 доходило, не помню точно. Ну, 25 плюс, потому что жарко было. А ночью плюс 4. А ночью плюс 4, очень большой перепад. Так раненый Дмитрий провел трое суток. Бил воду из высохшей лужи, еды не было. А еще донимала раненая рука, поэтому он решил ее отрезать ножом. Было так, что в самый первый день я решил, что буду умирать. Потому что нет шанса выбраться. Я не верил в эту ситуацию просто. Когда решил, что умру, да, это был максимально близкий момент, видимо. А потом подумал, думаю, нет, надо все-таки жить. Надо как-то бороться за жизнь. И все. С тех пор здесь не было таких у меня мыслей. Но такие насыщенные у меня были двое суток очень насыщенные. И эмоциями, и событиями. Вторые сутки грелся, рука уже полностью отмерла. Она окоченела, распухла была, как нога в диаметре. Очень мешала. Хотела отрезать ее, но не получилось. Я начал с пальца. Ползешь, а он на коже висит, перебитый полностью. И он то в эту сторону, то в ту сторону цепляется. Я смотрю, вся эта рана в глине какой-то, в траве, все грязное. Подхватить что-то очень, во-первых, легко. Во-вторых, он мешает сильно. Думаю, ну давай. А все, что осталось, нож. Думаю, ну давай. Сажусь, фиксирую нож руками и начинаю этот палец резать. Кожу режу, а силы нет. Нож выпадает, я его ставлю обратно, начинаю резать. Смотрю, открылось кровотечение, начинает кровь течь. Понимаю, что кровотечение у меня серьезное и, соответственно, еще здесь. Поэтому я не буду больше. Но и сил уже не хватало. И решил не усугублять ситуацию. Если я не смог отрезать палец, который висел просто на коже, то как мне срезать руку? Там ткань. Я не знал, что там, потому что в кителе. Но надо перерезать рукавы и все остальное. А нож держать я не могу, потому что рука окоченела после пулевого ранения. Азовчик пытался добраться до украинских позиций, чтобы позвать на помощь. Смог выбраться на трассу Бахмут-Лисичанск. Через несколько часов его подобрали наши военные. Прежде всего он сообщил собрать им место, где, насколько он помнил, находился Дмитрий. Но прошло слишком много времени. Я очень надеялся, что меня будут искать, но по факту нашли меня случайно. Меня искали, летали наши, с дрона искали, но опять же ничего не нашли. Видели след пшеницы натоптанной. Ну как натоптанный, след, который обрывается, и там нет тела. То есть я не должен был выжить. С точки зрения логики, я не должен был быть живым. Наше подразделение его не нашло. Нашла его случайно 80-я бригада. Они знали, что там был какой-то бой, и только через двое суток собрали свою группу разведки, которая пошла посмотреть, что там, и просто наткнулись на Фина. Он увидел, что ребята в пикселе украинском, говорит, таким счастливым не был никогда, и просил, чтобы сока дали попить ему. Он чуть с ума не сошел от вкуса. Не с Божьей волей не смогли. Вывезли меня. Где-то три километра они меня тащили в спальном мешке, потом он порвался. На автоматных ремнях меня несли. И донесли до медиков, которые уже были с машиной. И так как я был довольно сложный, то меня в Днепр отправили. Я туда приехал, в Мечниково. В Мечку привезли, мне там и рентген сделали, анализы. Разматывают рану. Врач говорит, друг, так у тебя гангрена. А я ехал и слышал запах такой страшный. Если человек борется, он борется, он быстрее поддерживает организм. Если некому поддержать, то и раны плохо заживают. Через четыре месяца за проявленную стойкость Дмитрий Финашин получил звание Героя Украины. Сначала мужчина расстроился, так как считал, что есть ребята, которые заслуживают золотой звезды больше, чем он. Он потом узнал, что к награде его представили посмертно. Но самое страшное на войне, признаются защитники, не риск ранения или риск потери жизни. Я ходил по тем развалившимся, разбитым селам, там, где один-два дома относительно целые на все село. Видишь, как люди в спешке оттуда выезжали. Там лежат какие-то фотографии, еще что-то. Там на стенах висят фотографии. Люди могли поколениями жить в этом доме, в родительском, например. А потом приходит какой-то момент, и ты должен оттуда уехать, и у тебя нет ничего. Это страшно. Ломаются человеческие судьбы в один момент, потому что кто-то решил, что это теперь будет наша территория, и все. И надо здесь все разрушить. Тут все зруйнувать. Ой, это страшно. Учитывая, что я умирал, мои цели, взгляды на жизнь изменились, конечно. Они стали проще, они стали более приземленными. Больше приземленные. И то, что когда-то казалось важным, сейчас уже таким не кажется. Уже таким не сдаётся. Сейчас самое важное – возвращение моих ребят из плена. Я в школе читал учебники по истории об этих войнах, и я понимаю, что через 50 лет дети так же будут читать. Будут читать и будут шокированы тем, что было. Знаете? Люди – главная цель. Два медицинских учреждения в Одессе носят их имена. Один из них стал отцом теории врождённого иммунитета. Второй – отцом военно-полевой хирургии. Их опыт до сих пор помогает спасать жизни людей. В 1908 году Илья Мечников стал лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины. В числе его наград есть также медаль Кобли – старейшая и наиболее престижная награда Лондонского королевского общества. Среди удостоившихся медалей числятся Чарльз Дарвинов и Альберт Эйнштейн. Николай Пирогов – выдающийся хирург, создатель топографической анатомии, опубликовал атлас разрезов тканей, незаменимое руководство для врачей-хирургов. Этот атлас и методики Пирогова стали основой всего последующего развития оперативной хирургии. Украина – талантливая и трудолюбивая. На нашей базе НАТО в Эстонии есть небольшой охотник. Мы очень любим лениться над кадыровскими овцелюбами, а точнее над их космическим балабонцем. Мы везде вас ищем, вы и сами знаете об этом. Приходите и сразитесь, мы вам покажем, кто мы такие. Каждого, кого мы настигнем, мы с вами жестоко разберемся. Ведь это раньше все думали, что мужчина родом с Кавказа обязан отвечать за слова. Благо, Кадыров с братьями по разуму развеял этот миф, что называется, на раз-два. И начинать можно с актуальной истории. Сейчас ведь у нас лето, полным ходом идет, правильно? А именно летом 2024 года Дон Дыров обещал победу России и окончание войны. Кадыров считает, что СВО завершится летом 2024 года. И прям очень хочется уточнить, ну что там, Рамзан Ахматович Дон, подписывает уже Зеленский капитуляцию или опять что-то пошло не так? И слово «опять» мы употребляем не красного славца ради. Потому как еще в мае, ну то есть до летней победы, Кадыров должен был Харьков и Одессу за месяц взять. Я считаю, что нужно более активно нападать. Бить надо жестко, пока есть время, в этот месяц нужно забрать в недвижайшую территорию. Но обязательно надо Одессу, Харьков забрать. А ведь глубинный народ слушал эти сказки и более того, верил в Целюбан? И это при том, что кадыровцы лгут буквально с первых дней Большой войны. Помните, например, как в марте 2022 года весь ТикТок был забит бородачами, которые бегали вокруг Киева в поисках бандеровцев? Бандеровцы, когда ставил в Киевскую батальон, лёгкие задачи. Так вот, бандеровцев на тот момент не нужно было искать. Фронт проходил в городе Ирпей. И при желании могучий чеченский спецназ мог поехать туда буквально сразу. Но вместо этого кадыровцы сидели в глубоком тылу и грозно трясли кулачками. Мол, ух, погодите, укры, со дня на день в Киев пойдём. Мы воюем. Вот наши ребята сегодня по всем фронтам там провели хорошую работу. Освобождают сёла, кварталы. Я думаю, что несколько дней там полностью мы заберём основные объекты. И по следующим зайдём в Киев. Если Киев сам не придёт к нам. А Рамзанчик их вообще на трофейной машине по Крещатику разъезжать будет. Вот на этой машине я буду доезжать на Киев. Это производство тоже хочу забрать себе, потому что они очень хорошие машины спускают. От такого балабольства и пустой бравады в шоке были даже российские военные. Это и СОБР, и морская пехота, и подразделения ВДВ. Именно их трупами были усеяны все пригороды украинской столицы. А, вон, поразрывало, остались одни ошмётки, а то, что... Вот это будет со всеми собаками. Что делали кадыровцы в этот момент? Верно, со сложными щами писали тикток в тыловом Иванкове. Даже карту клоуны в каком-то подвале расложили. Отсюда сейчас до Киева 7 километров. Да, в той точке передовой, на передовой пределах были. И до Киева стоило 7 километров. С кем они там, в Иванкове, собирались воевать? С тушёнкой из гуманитарки. Здесь бы российским военным предъявить позёрам, но этого никто не сделал. Видать, многие чмоне не забыли избиений во время совместных с кадыровцами учений. Во время прохождения теста на краповые береты в Тамбунском учебном центре, часть военных чеченской национальности маклевали. Судьи соревнований приняли решение снять участников из Чечни с испытаний, в результате чего завязалась драка. И, конечно, всеобщее молчание окрыляло кадыровцев. Народ ведь сделал вид, что не заметил, как вместо езды покрещать его на трофейной машине. Вот на этой машине я буду езжать на Киев. Это производство тоже хочу забрать себе, потому что они очень хорошие машины вытаскивают. Рамзанчик с потешным войском просто-напросто убежал из Киевской области. То есть цельный глава Чеченской республики банально не вывез за слова. И будь он нормальным мужиком-то, честно бы признал, что ошибся, ну, переоценил силу. Возможно, даже стоило попросить прощения у аудитории. Но Кадыров, естественно, ничего подобного не сделал. Более того, дав подливы в Киевской области, смешно принялся угрожать Польше. Украина – это закрытый вопрос, то мне интересна Польша, то. После Украины, то, если будет команда, то мы 6 секунд, то покажем вам, на что вы способны, то. Но с тех пор прошло уже два года, а в России все стабильно в том смысле, что все по-прежнему боятся уточнить у Рамзана, как там дела под Варшавой. Когда ждать штурма Гданьска? Но в ответ, конечно, тяжело. При этом кадыровцы в какой-то момент стали выглядеть настолько балаболами, что в Кремле решили, надо срочно спасать репутацию ТикТок войска. Ради этого овцелюбов перебросили в тогда уже почти захваченный Мариуполь. Сегодня чеченский спецназ освободил последний гражданский объект на заводе. Главное – здание административное, комбинат, а дальше только катакомбы. Я в это здание. Мариуполь полностью зачищен от националистов. Эта операция по уничтожению и очистке Мариуполя сегодня, можно сказать, завершена. Арман! Сирена! Тот самый Мариуполь, где многие подразделения, так называемые «Дымеры», закончились еще на подступах к городу. И это не мы придумали. Почитайте вот медийного новороса Ходоковского. Мы заступили на участок, когда 9-й полк пробил нам дорогу. Первый батальон полка дошел до черты Мариуполя и кончился. Дальше действовать начали мы. Остатки костяка 1-го батальона еще воевали вдоль окраины. Но на сегодня, можно сказать, выбыли и они. Помимо дыровских подразделений, страшные потери понесла и морская пехота России. Достаточно напомнить, что при штурме Мариуполя погиб комбриг 810-й бригады морской пехоты и даже замкомандующего Черноморским флотом. Под Мариуполем погиб командир 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Алексей Николаевич Шаров. В боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палебет. Чудом выжившие позорники свято верили, что с окончанием боев настанет их звездный час. Ну там слава, камеры, медали. Но это Россия, детка. Страна, где русский Ванька должен на штурмы бегать и в канаве гнить. А вся слава условному Магомеду из Грозного достанется. Вон как кадыровцы в Мариуполе зажигали. Указание президента страны, воды в различии Бутлина, будет больше. Я бы хотела прочитать слова Рамзана Ахматовича Кадырова, зацитировать вам. Мариуполе наш с момента прорыва обороны города подобный исход был неизбежен. Не учли самое главное наших доблестных воинов. Банальная недооценка привела к очередному падению бандеровских укреплений. Сказать, что после этой истории обычные запоребриковые солдаты просто возненавидели овцелюбов, это ничего не сказать. А ближе к осени 22-го года ситуация в этом плане вообще стала критической. Дело в том, что во время Харьковской операции кадыровцы, по сути, поглумились над российской группировкой западного военного округа. Позорники оттуда посыпались после прорыва фронта в районе Балаклеи. Здесь-то и появился заместитель Кадырова по имени Апти с вот такой вот речью. Только что мы получили кадры из Грозного. Два батальона «Север» и «Юг» вылетели на подмогу нашим бойцам. Улетели туда подразделения, одни из самых подготовленных подразделений нашей республики. Оказывается, отступление было чуть ли не маневром, и после продвижения украинская армия должна была попасть в мышеловку кадыровского спецназа. В ближайшие дни от того, что ловко заповнится, этот большой котел, я надеюсь, уже конкретно добьет уже всю эту эпопею, долги своего конца доведет.